Вас снова приветствует канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Для астрономов-любителей в плане астрономических зрелищ 2020 год был годом как несбывшихся ожиданий, так и годом подарившим незабываемое впечатление от наблюдений за небесными телами. Если же брать во внимание кометы, то разочарование от обманувших нашей надежды C-2019 Y4 Atlas и C-2020 F8 Swan сменилось радостью от созерцания даже невооруженным глазом за ярким пролетом C-2020 F3 Neowise, ставшей безусловно кометой года. В этом выпуске, благодаря подсказке нашего одного уважаемого пользователя, мы попытаемся вам рассказать о комете, которая была открыта совсем недавно и имеет все шансы стать великой кометой 2021 года. Давайте же с ней познакомимся поближе. Начнем с того, что данная комета была обнаружена 3 января 2021 года, стал первым подобным объектом, открытым в новом году. Детектирование этой кометы было осуществлено при помощи 40-дюймового телескопа-рефлектора, работающего в рамках программы небесного обзора Каталина Sky Survey и предназначенного для автоматического визуального сопровождения вновь открытых объектов, сближающихся с Землей. Этот телескоп установлен в обсерватории Маунт-Лемон на вершине одноименной горы в американском штате Аризона. Лавры первооткрывателя кометы приписывают магистру Аризонского университета американскому астроному и планетологу Грегори Джей Леонардо, честь своего первооткрывателя объекту и было присвоено его имя. Таким образом, во всех каталогах и классификаторах его можно встретить под обозначением C-2021A1 Леонард. В момент своего обнаружения комета находилась в годе лета к своему перигелию или же на удалении от него примерно в 6 астрономических единиц, имела видимый блеск на уровне плюс 19 звездной величины и наблюдалась на небосводе в направлении созвездия гонщих псов. На полученных снимках у нее уже наблюдается газопылевая кома, а это выглядит очень-таки многообещающим в плане перспективе ее видимой яркости при подлете к Солнцу. Сейчас параметры орбиты кометы Леонард уточняются, и многое по ним пока что не определено. Однако уже сейчас можно сказать, что объект движется по очень вытянутой, скорее всего гиперболической орбите с эксцентриситетом едва ли превышающим единицу. Что может говорить о том, что эта комета, зародившись в облаке Аорта, впервые примчалась на свидание с Солнцем. Орбита кометы ретроградная, а это значит, что если посмотреть на Солнце с высоты его северного полюса, то движение объекта вокруг него будет происходить по часовой стрелке, что не всегда наблюдается у комет. Наклон орбиты объекта к плоскости эклиптики составляет около 133 градусов. Точку своего перигелия, то есть максимального приближения к нашему центральному светилу, она пройдет 3 января 2022 года на расстоянии от него в 61 сотую астрономической единицы. Минимальное сближение с Землей должно произойти 12 декабря 2021 года. Тогда комета Леонард окажется на удалении примерно 34,5 миллиона километров от нашей планеты, что составляет около 233 тысячных астрономической единицы. Как интересный факт отметим, что 18 декабря 2021 года комета пройдет довольно близко к Венере на расстоянии не превышающем 0,028 астрономической единицы. Подарит ли комета Леонард нам шикарное зрелище своей яркостью на нашем небосводе? Станет ли она большой кометой 2021 года? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо учесть очень много «если». Кометы Атлас и Сван также в свое время подавали неплохие надежды на свою исключительную яркость и на титул больших комет 2020 года. Однако закончилось все банально их распадом на множественные фрагменты при приближении к Солнцу. А поэтому их судьбу вполне может повторить и комета Леонард. Однако давайте включим оптимизм, поскольку в случае успешного сближения ее с нашим светилом, с сохранением целостности и наблюдаемых тенденций развития у нее газополевой комы, эта комета может по многим параметрам превзойти C2020 F3 Neowise, которая в плане своей визуальной яркости на небосводе все же нас порадовала. А если это произойдет, то символический титул большой кометы года Леонарду будет гарантирован, если конечно же в течение года к нам не прилетит пока что неизвестная комета поярче. Сейчас многие специалисты к концу 2021 года прогнозируют яркость кометы на уровне плюс 3,7 звездной величины, что сделает ее хорошо доступной для наблюдений невооруженным глазом. Отметим еще один внушающий надежду момент, который состоит в том, что в период своего максимального сближения с Землей C-2021A1 Леонард будет располагаться между Солнцем и нашей планетой, что может привести к эффекту прямого рассеивания и как следствие к увеличению яркости возможного полевого хвоста. Если же это случится, то комета может вполне достичь максимального блеска даже в плюс 1,5 звездной величины. В северном полушарии и особенно в его средних широтах Леонард станет доступна для любительских наблюдений примерно с начала сентября 2021 года. Она будет медленно поочередно проходить по небу в полях созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники. Но уже к концу ноября видимая угловая скорость движения кометы по небу значительно возрастет и у астрономов-любителей останется всего лишь несколько дней, чтобы наблюдать ее в максимальной яркости или же около этого. В период с 1 по 13 декабря 2021 года С-дробь 2021А1 Леонард будет достаточно быстро перемещаться в полях созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. При этом ее видимая яркость, как прогнозируется, будет постепенно снижаться и варьироваться в зависимости от времени суток. Предполагается, что в вечернее время объект должен быть ярче, чем по утрам. После 13 декабря комета перейдет в южную полусферу нашего небосвода. Еще какое-то время будет заметно из преэкваториальных широт северного полушария и, конечно же, из большей части полушария южного. После прохождения перигелия и с постепенным отдалением объекта от Солнца и Земли он заметно потускнеет в видимой яркости вплоть до полной тусклости для невооруженного глаза. В завершении нашего небольшого видео скажем, что при поступлении по комете C-DROP 2021A1 Леонард новой или же уточненной информации, мы вас, дорогие наши пользователи, будем непременно информировать в наших последующих выпусках. А пока что канал VideoNews желает вам всем приятных астрономических наблюдений, благодарит всех вас за внимание и надеется, что наш рассказ стал для вас полезным и интересным. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.